Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Новомерсерадио И сегодня мы вам расскажем, как правильно ходить на шашлычки А главное, готовить шашлык Да, и это наша ежегодная рубрика Кулинария Первым делом, для того, чтобы пожарить шашлычки, нужно развести костер Итак, угли уже пропитались, и мы готовы их поджигать У нас есть всего лишь одна спичка Кстати, заметьте, она прозничая, мы нашли ее в лесу Вот, и мы готовы поджигать Итак, если у вас это не получится, то считайте, мы просто умерли от голода И, возможно, эта передача даже не выйдет, или кто-то просто найдет пленки, не знаю, что они смонтируют Ну вот, итак, ребята, поджигаем Обязательно коснитесь огня как можно в больших количествах бумаги В принципе, бумага схватилась, поэтому сейчас скоро должен рожечь нормальный, качественный огонь Мы все-таки разожгли костер, пускай не сперва попытки Но мы не отчаивались Вот, и сейчас мы начинаем выкладывать мясо на решеточку Большими кусками лучше это не делать Лучше все-таки немножко подрезать, тем более то, что у нас сегодня есть ножик Нож, кстати, очень полезная вещь в дикой природе И класть их, ну, небольшими, не маленькими кусочками Потихонечку решеточки При этом решеточку обязательно надо перед этим было прожарить, мы это сделали Но потом, потом все пойдет как по накатке Угли у нас уже почти готовы И мясо останется только полежать, немножко погреться Мясо вообще достаточно 10 минут термической обработки, чтобы оно было готово На хорошем огне А пока я раскладываю мясо, можно и налить Ребят, можно и налить, пока я раскладываю мясо Итак, не отвлекаясь от производственного процесса, обязательно нужно выпить Я читал за друзей и позабыл об этом, так что герцогиня милая, не хитрее Мясо очень хорошо пахнет, мясом отлично закусать Чистая? Чистая? Чистая Подмышки? Пахнет Пахнет Мясо? Шапочки поварской нет Мясо свежее? Шапочки нет Кто там, кто не с нами, тот против нас Как вы оцениваете наш ресторан? Твердая четверка Итак, мы уложили мясо на профин Я сделал это специально немножко поплотнее, чтобы сок не уходил Чтобы сок уходил именно в мясо Оно будет таким более сочным из-за этого И сверху еще немножко присыпал лучком В принципе, это необязательно, но это очень интересный момент Потому что сок от лука тоже будет уходить в мясо и его более вялить И мы кладем все И таким образом у нас сейчас будет происходить процесс термической обработки И буквально 5 минут одной стороной, 5 минут с другой стороной И в принципе уже будет готово Итак, спустя 10 минут термической обработки мясо уже готово Оно специально сделано немножко сыроватым Но зато смотрите, как оно приятно выглядит И оно сочное Просто обратите внимание на эти замечательные куски И остается всего лишь добавить немножко соуса по вкусу И это будет самое обалденное, что вы просто кушали в своей жизни Музыка 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 Музыка